Никаких нотариальных заверений при наличии оригиналов документов вам не нужно делать. Простые ксерокопии. То есть в посольстве мы привозим все. Вот оригинал, вот простая ксерокопия, к простой ксерокопии пришит перевод. Вот наши езды. Вот так оформлено это все у нас. Мы делаем, да, вот в самом деле это будет. Ну, ксерокопия точнее, или фотокопия документа пришит перевод. Вот именно так. Сначала английский, потом сам документ. Потому что люди приехали, привезли переводы, у них неправильно сшит. Мелочь, казалось бы, но вот оно так должно быть. Сначала перевод, а потом сам документ. Если надо, мы и сделаем. Может вы у себя на месте какое-то все решите. Я вам просто в принципе объясняю, что вот оно заверение, да. Без всяких нотариальных заверений. Тут опять же, людям голову задурят. Да, ну никогда этого не было. Вы что? Ну вы могли делать все, что угодно. Вы могли делать, вы могли делать все, что угодно. И до сих пор делают. Люди приходят в бюро переводов. Им и апостиле сделают, и нотариальное заверение сделают. Ну вот ко мне сейчас клиенту приходило в пятницу. Ну вот такие документы. Причем я говорил, я даже образец показывал. Где-то она насмотрелась. Они пошли и сделали перевод. Сделали вот такую запись. Сделал переводчик. Но они пошли потом вот после этого переводчика. Еще сюда поставили нотариальный штаб. Нотариус. И приходят, приносят на документ. Я задаю им простой вопрос. Вот в Америке взяли ваш документ. Здесь по-английски написано. Здесь по-русски написано. Это перевод того, что здесь. Заканчивается какой-то текст на русском языке. Где перевод этого нотариального штаба. То есть получается тогда вот так вот их по логике по кругу бегать нужно. Понимаете, бред? Так вот этого всего не нужно. Вот пока достаточно. И причем не один год. Достаточно было всегда. Никаких нотариальных, никаких апостелей в данном случае для посольства. Для получения именно этой визы на основании выигрыша в лотерее не нужно. Апостиль вы можете поставить для себя. Когда вы соберетесь ехать туда, чтобы этому документу придать силу юридическую. Мы тогда ставим апостиль не на копии нотариально заверенной, а на оригинал, свидетельств. И соответственно не только в США, а во всех странах, которые вот к этой конвенции по признанию апостиля присоединились, ваш документ будет признаваться. Вот в этом смысле апостиль да полезен. А для получения виз в этом нет никакой необходимости.